Сегодня в эфире. К этому мнению пришла группа ученых из Канадского университета Соскачивана под руководством профессора Скотта Напьера. На данном этапе эксперты набирают из студентов группу добровольцев, которые согласятся ковыряться пальцами в носах. В целях эксперимента добровольцы даже будут должны съедать найденные в носу, полезные ископаемые. Именно так поступают маленькие дети. По мнению профессора, поедая сопли или, как их называют просто «козявки», человек вносит в свой организм небольшое количество вредных микроорганизмов. Научившись бороться с небольшим количеством вредных микробов, иммунитету не составит труда бороться с ними в дальнейшем, если они поступят уже в больших количествах. Что есть, чтобы уркпить иммунитет, читайте здесь теория канадского ученого основана на гипотезе, что резко возросшее в последнее время количество аутоиммунных болезней связано именно с выросшими требованиями и количеством средств гигиены, которые просто лишают организм человека создавать собственную защиту для борьбы с бактериями, тем самым, ослабляя его иммунитет. Сторонники этого постулата даже советуют почаще разрешать их детям играться в грязи и не убираться в квартире, чтобы тем самым обеспечить им полный контакт с микробами с ранних лет и укрепить их иммунитет. Своим экспериментом Напьер пытается выявить реакцию иммунитета студентов на незнакомую ранее и новую для них привычку. Осталось дело всего лишь за малым, найти столько волонтеров, которые согласятся поедать свои сопли в течение долгого времени даже в интересах науки. Источник, медвести.ком Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь!